Звучит музыка ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы недавно были на гастролях в Италии. Мы ездили на гастроли, это в порядке обмена. Римский театр приезжал в Ленинград, в Москву со спектаклем «Галилей». Мы приехали в Италию со спектаклем «Дядя Ваня» и «История лошади». Ну, наши гастроли ведь первый раз без Георгия Александровича Товстоногова. Всегда с нами был Георгий Александрович. Георгий Александрович – это та величина, на которую можно равняться, и, мне кажется, нужно равняться, всем режиссерам, которые у нас есть в стране, всем артистам по его знаниям, о его культуре, его интеллигентности. Ну, я не первый раз был в Риме. Я был 15 лет тому назад, когда был совместный фильм «Жизнь прекрасна», этот фильм назывался. Это был совместный италосоветский фильм, и тогда у меня съемки проходили тоже в Риме и в Португалии, в Лиссабоне. И мне повезло, что я, значит, вот Рим посмотрел, был свободен и ходил где хотел. Машин столько в городе, что, мне кажется, наши шоферы, наши владельцы машин не смогли бы проехать. Потому что это сплошным потоком, и потом такая вежливость между шоферами. И если есть вот эта зебра, вы можете спокойно идти, наступать на эту зебру, и весь поток остановиться. Вот это меня поразило. Вы знаете, что лучше рассказать невозможно о Риме, как только сказал Гоголь про него, что Рим – это святой город, и что в этом городе очень хорошо пишется, очень хорошо работает. Здесь работал великий русский художник Александр Иванов, который написал «Явление Христа народу». Куда бы у тебя глаз не посмотрел, ты обязательно увидишь историю и скультуру вот этой страны. И древний лифт, и действительно, это город святой. Вечером улица вдруг освобождается совсем от машин и только гулянье. А спектакль начинался в 9 часов вечера, а потому что до 9 часов вечера шума много еще в городе, перезвон колоколов, к 9 часам все утихает. И тогда может заниматься вот искусством театра. «История лошади» – это пьеса о духовности человеческой, о нравственной стороне человека. Это история человека. Это призыв к добру – Толстой вложил в это – и свою собственную биографию. И биографию мужика русского. Это философское произведение. Это произведение, которое заставляет многих задуматься об очень простых вещах. «История лошади» «История лошади» «История лошади» В побоке и честно, честно, поначалу только шагом поедем. И раз, 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 все шире, шире, задрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, за ней я еду. На Кузнецком людом заяви, хошь, проехай мимо, хошь, дороги, лишать толпа затеем, ходим, дороги, староисток не затеем. На Кузнецком узком на восток, вверх рассечь толпу на налеток, пройдет ли занят на радость и тоска, только крикнул непонятно. Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только два года. Пресса много было, и мне неудобно говорить о себе. После спектакля опять пришли очень много актеров и зрителей. И мало того, что там были вдруг и американцы, и кубинская актриса, и с Кубы актрисы, актрисы из Норвегии и из других стран. Приходят за кулисы актеры, зрители и восторженные. И вдруг появляется внучка Столыпина, о котором мы сейчас начинаем вспоминать. Я не только с ней. Я встретился молодой человек, 18 или 19 лет, очень красивое лицо, такое очень обаятельное, очень хорошо говорит по-русски. Оказалось, это Кочубей, потомок Кочубеев. Понимаете? И я смотрел на него, и тоже как какая-то реликвия. И вдруг появляется Татьяна Михайловна Толстая. Это внучка Льва Николаевича Толстого. Встреча дорогая. Необычная, необыкновенная. Мы начали разбирать, вспоминать и говорить о холстомере. Я говорил о слове. Что такое слово у Толстого. И что слово толстовское, оно такое отобранное, такое единственное слово, которое найдено и в себе содержит огромное содержание. Это слово. Если взять слово и вытащить из фразы, очень трудно найти другое слово, чтобы оно выражало ту мысль, тот смысл, который дал Толстой в своем произведении. Она мне тогда говорит, ну, милый, у Толстого, говорит, ему, говорит, не нужно было зарабатывать. Ему не надо было зарабатывать. Он был обеспеченный человек. И он, говорит, сидел и переписывал по несколько раз свои произведения. И вот там его назвало произведение, как 13 раз он его переписал. 13 раз. Некоторые говорят, ну, как же так, что это такое, говорит, лошадь разговаривает человеческим языком. Это может только поговорить тот, который никогда не учился, никогда ничего не воспринимал в жизни и сам в детстве не был лошадью. Год новый, он год лошади. А я вот уже 14 лет играю эту роль, роль лошади, холстомера. Значит, приходит вроде как бы мой год. Ну, и вот чтобы я бы хотел пожелать всем от имени лошадей, чтобы мы, люди, приблизились больше к животным и к лошадям. Потому что они неразрывны от природы. Они с природой вместе. Как лошадь, холстомер, говорит, что в лестнице живых существ мы стоим выше, чем люди. И Толстой знал и понимал, почему он это говорил, зачем он это говорил. И предупреждая вот человека, чтобы у нас на лицах было добро, а не зло. Чтобы мы не завидовали друг другу, чтобы не подставляли ножки друг другу. А как бы самого себя всегда представлять, что ты есть человек, и не забывать, что рядом с тобой тоже человек.